Сейчас я собираюсь посадить зимний чеснок на зиму, вот на этой вот грядке. Вначале я ее удобрил. Мне приходится удобрять огород, каждую грядку, потому что, когда мы сюда заехали, здесь у нас болото и стоячая вода, мне пришлось вначале вырыть дренажные канавы и далее удобрять огород, потому что ничего раньше не росло. Удобрение, которое я использую, обычное. Раскислителем хорошим является древесная зола. Все это знают. Она не только хорошее калийное удобрение, но еще и также хороший раскислитель. То есть создает щелочную среду. Также хорошо борется со многими вредителями. Смотрите, какая польза. Ну и, конечно же, то органическое удобрение, что находится у меня на участке. Так как болото я собираю торф, и также у меня есть канава, которая каждый раз заполняется водой, и эта вода практически все время там находится, даже зимой. И только вот где-то осенью, где-то в сентябре, в конце августа, в сентябре, оно умельчает, и оттуда можно как раз застать вот это удобрение. Это перегнившие листья. Листья, ветки, где-то перегнившие, где-то еще не очень перегнивают. И далее выкладывая на грядку и перемешивая с обычной землей, у нас получается хорошая удобренная грядка. Перекопав все это, сделав грядку, сейчас я собираюсь посадить чеснок. Но некоторые, знаете, интересуют вопросы, вот разница зимний чеснок или летний яровой, чем отличаются? Как отличить? Опытные садоводы, конечно, знают, а вот начинающие могут теряться в догадках. А я сейчас покажу просто наглядно, это будет лучше видно, разницу. Вот два чеснока. Кажется, вроде бы похожи, даже по размеру чем-то похожи, да? Корни одинаковые. Здесь стебля нету. К сожалению, у меня нету возможности показать вам, ну, зимнего чеснока, который уже, да, с листьями. Наглядно здесь, прямо сейчас, да. Вот стебель. То есть, основное отличие его в том, что у зимнего чеснока есть стебель. Толстый, твердый. Смотрите, как палка. Здесь же гнется. То есть, если его расчистить, вот это летний чеснок, это зимний. Смотрите, если летний расчистить, кажется, вроде бы твердый, да? То в нем будет, как луковица. То есть, это как луковица. Одни листочки на другом листочке. И как луковица в конечном итоге получается, что внутри ничего нету. Смотрите. Вот. Одни стебли. Одни листья. Вот. Нету вот этого толстого стержня. Твердого. То есть, здесь нету. Так. Ну, сейчас разберем, покажу. Когда разбираешь зимний чеснок, вот этот стержень, он очень твердый. И в центре он, смотрите. Вот сейчас на зубчики за разбираю. Вот видите? Вот здесь хорошо видно. Вот этот твердый стержень. Вот. И вокруг него зубчики. Вот. Твердый. Если зубчики убрать, то вот остается твердый стержень. Но у летнего чеснока по-другому. Сейчас уберем. Смотрите. Вот. Убрали. Видите, да? То есть, смотрите. Он идет в центру. Вот. Смотрите. Видите? Но нету стержня. Вот смотрите. Получается, это от каждого, да, от каждого зубка идут листочки. И стержня никакого внутри нету. Вот смотрите. Видите? Ничего нет. То есть, это вот и есть основное отличие зимнего чеснока от летнего. А все остальное, шкурка и так далее, ну, очень тяжело отличить, когда он находится, ну, когда мы начинаем его убирать, да? То есть, когда полежит, легче будет. А зимний чеснок, да, вот еще один, другой, я покажу сейчас. Так же, вот он, стержень, это, да? Тут только два зубка. Иногда может быть так, что и один будет зубок. Зимний. А иногда, знаете, что может возникнуть? Если вы оставите зимний чеснок и забудете про него, может быть, не весь выкопаете, то на следующий год может произойти вот что. Как видно, здесь, возможно, еще была одна, один зубок. Ну, на данном моменте здесь три зубка, то есть, головочка, которая выросла и которую забыли в земле, на следующий год она проросла и дала еще зубки. Смотрите, вот что вышло. А получилось, что когда мы забыли и потом выкопали его, через год получается, то вышло вот что. Еще, да, каждый зубок разделился. В данном случае у нас на два. И тут тоже стержень, и здесь стержень, и здесь стержень, и здесь. И на каждом этом стержне у зимнего чеснока появляются бульбочки такие, в котором находятся детки. Если эти детки посадить, то вырастет не головка, да, как в чесноке, который мы садим, да, если зубок, а вырастет просто зубок. Просто он будет большего размера, большего, чем, да, вот эта маленькая детка. Вот она, детка, да, называют детки их, детки чеснока. Посадив такую одну, мы получим один зубок, не головку. Он будет чуть большего размера. Но, знаете, теперь для опытных садоводов хочу вам рассказать такую историю. В общем, два года назад я посадил чеснок. И, знаете, что, я посадил в низину. Как говорят люди, чеснок не любит воду. Но я подумал так, ну давайте я посажу ее в низменность, где постоянно вода, но мне не надо будет ее поливать. Но я маленечко переборщил, и там не просто была вода, там заливала где-то на 5-10 сантиметров сверху весной водой. И эта низменность, постоянно стояла вода. И к чему это привело? Чеснок превратился в лук. То есть, представьте, вместо головки чеснока и даже вместо зубчика вышла луковица. Вот луковица буквально, которую можно так же было резать, как лук. Только запах был у нее не лука, а чеснока. Ну, я оставил, в общем, этот чеснок. Думаю, ладно, оставлю его. Что же будет дальше? И только в этом году, вот из этой луковицы, вырос нормальный чеснок. Да, нормальный чеснок, хороший, обычный чеснок. Да, с обычными зубчиками. Так что, вот такой вот интересный результат моего опыта. Так что, если говорят, чеснок не любит воду, значит, так оно и есть. Надо садить ее на возвышенности. И лучше, пусть будет так, что мы его лучше польем, чем он будет находиться в стоячей воде. Ну, теперь я собираюсь посадить чеснок. Когда садить? Надо садить так, чтобы образовался корешок. Тогда весной чеснок зайдет на солнечном месте, на возвышенности. Самый первый. Если же посадить поздно очень. Например, когда земля уже твердая, когда ничто не растет, да. Слишком поздно. Ну, в таком случае чеснок тоже взойдет, но поздно взойдет. То есть, у него не успеют образоваться корешки. Поэтому надо посадить так, чтобы выросли корешки. Подросли корешки, чтобы потом чеснок зашел быстрее. На какую глубину садить? Как я уже рассказал, надо садить не так, чтобы он был в стоячей воде. Поэтому смотрите, если у вас болото. Вот, допустим, я раньше жил в другой местности, и там повыше, нормальная, получается, уровень грунтовых вод такой, невысокий. И я садил обычно вот на таком-то расстоянии, да. А мерил вот так вот, да, просто чеснок. Да, и вот так вот садил. Ну, так как я переехал сюда, на болото, то здесь уровень грунтовых вод выше. Ну, и вообще, стоячая вода, она выше находится. И из-за этого мне приходится садить его буквально вот чуть-чуть. Чуть-чуть накрывая. Он даже, можно сказать, почти горчит в земле. И чуть-чуть закрывая. Здесь я сажу не так глубоко. Поэтому в зависимости от того, где вы живете, какой у вас уровень воды поверхностных вод. Если болото, то выше. Если, наоборот, засушливая вода, уровень вод низкий, то можно садить глубоко. Ну, стандартный, средний размер, в большинстве мест вот такой вот. Так, теперь в отношении длины, да? Иногда чеснок может быть не такой маленький. Вот я сейчас показал, у меня это самый маленький был, потому что я хороший чеснок, я его отобрал. Остался маленький, к сожалению, крупный. И не удалось показать вам. Иногда чеснок, знаете, может вырастать сантиметров до десяти. То есть очень крупный. Поэтому нужно учитывать, да, расстояние, чтобы не меньше 15-20 сантиметров было. То есть 15-20 сантиметров, такое среднее расстояние между чесноком. Но я обычно мерю пятью. Да, вот пять. От этого пальца, получается, от большого пальца до мизинца расстояние. Стандартный размер 5,22 сантиметра, но у меня я померил 20 сантиметров. Ровно 20. Поэтому, да... Хотя я обычно на глаз сажаю, я просто вам показываю, да? Это для тех, кто может впервые садить чеснок. И просто им будет так проще. Если у вас пять больше 15 сантиметров, да, то замечательно. Вот. Как бы просто показал. Так. Ну, я уже обычно на глаз привык сажать, поэтому я как бы на глаз и сажу. Убирать или не убирать, не имеет значения. Шкурку вот эту. То есть можно убрать, можно не убирать. Он в любом случае прорастет. В любом. Чеснок неприхотливый. Поэтому в этом случае хорошо. его сажать. Вообще одно удовольствие. Он нетребовательен к воде. Поэтому, даже если вы посадили в засуху, лето засушливое, то вашему чесноку ничего не будет. Он так же вырастет. Просто будет маленький. То есть без полива имею в виду. Но если поливать в засуху, то, конечно, хорошего результата мотобьянки. Не поливая, просто маленький чеснок будет. У меня был такой случай, когда я уехал с дачи на Урал. С Сибири уехал на Урал. Дача в Сибири, а уехал жить на Урал. Ну и в общем я оставил ее, можно так сказать. И на следующий год, проезжая мимо, решил заехать, посмотреть, что же там с чесноком, который я на зиму посадил. Я ведь не поливал, и там даже никто не полол его. То есть не полол, не поливал. Причем лето было засушливое. Самое интересное, чеснок был. Представьте. Да, ну вот такого вот небольшого, конечно, да, ну, был размером. Нормально. Маленький, но был. То есть даже без поливов, засуху, чеснок вырастет. Но, конечно же, лучше всего его поливать, удобрять. И тогда мы добьемся хорошего результата. Не маленького чеснока, не маленький чеснок, а крупный. Да, да, и, конечно, так, маленечко раз, и все. Далее корешки прорастут, потом зима, они замерзнут. Я, кстати, как-то опыт проводил прям в холодильнику клал. В холодильник положил чеснок. Взял, просто положил уже проросший с корешками. И посадил его вот вот на это место. И, как видно, пророс. Так что, все нормально. Если же не посадить поздно, тогда будет плохо. тогда поздно и получим результат. Вот какой бывает иногда крупный. так что, желаю вам хорошей посадки чеснока, чтобы он крупный был. А, вот еще интересный момент. Кроме того, что удобрили, удобрили, также важно еще, знаете, что, чтобы чеснок реально был крупным, гигантского размера, кроме этого удобрения можно еще замульчировать его. Даже нужно, обязательно. Под мульчой будут находиться черви. Черви и микроорганизмы, которые еще лучше удобряют землю, и чеснок будет еще крупнее тогда. Поэтому мульчирование это очень хороший способ увеличить урожайность чеснока во много раз. Во много. Так что, спасибо вам за внимание. Желаю вам хорошего урожая и хорошего настроения. Также подписывайтесь на мой второй канал, который называется «Моя жизнь в тридевятом царстве». Там тема более широкая и там я выкладываю все свои видео. Здесь я выкладываю видео только как делать своими руками. Все остальное я выкладываю там. И про смешных животных, и про многое другое. Поэтому буду рад вас видеть там. И конечно же особенно рад вашим комментариям. Так что всего вам хорошего. До скорой встречи.